Это рубрика «Варгавтик в ответе». Мы отвечаем на самые стыдные вопросы наших слушателей и подписчиков, а вы смеетесь зря, потому что сейчас действительно вопрос, который Владимир назвал стыдным. Насколько важен дресс-код в классической музыке? Стыдно, признаться, но сложно слушать музыку, когда на сцену выходит Юджи Ванг. А, в этом смысле стыдно. Экстравагантные платья, я понимаю, это хорошо еще, что вопрос мужского авторства, потому что как по этому поводу дамы, особенно ее коллеги. Злорадствуют? Ну, они не то чтобы, они в холодном бешенстве обычно по этому поводу и никак для себя не могут разделить то, что они видят, от того, что они слышат. Хотя на самом деле, вот честное слово, хоть в классическом костюме три полоски, знаете, есть такой термин, да, вот для спортивного костюма, в котором ходят эти представители неформальных и полукриминальных слоев. Хоть так, хоть в чем угодно. Здесь, с моей стороны, я сразу предупреждаю, ответ будет субъективным. Я на радио работаю всю жизнь, поэтому я прежде всего все, что происходит, воспринимаю на слух. И как выглядит платье, какой глубины, там, разрезы и в каких местах, это я обсуждать вообще не готов и вам, друзья, не советую. Тут немножко в другом дело. Дресс-код — это ведь, по сути, одна очень простая идея. У нее несколько разных есть выражений. Если вы выходите на сцену, и там сидит публика, тем или иным образом вы должны ей показать, что вы испытываете к ней уважение. Встречают по одежке, поэтому уважение должно быть сначала видно. Кстати, ровно с теми же целями публика пока еще старается как-то более или менее прилично одеваться со своей стороны, когда приходит в этот зал и смотрит на эту сцену. Потому что она тоже некоторым образом выражает уважение к происходящему. К ситуации и к исполнению. То и ко всему, что там делается. Как именно выразить это уважение? Ну, это не может быть простая, житейская одежда стиля casual. Но, с другой стороны, есть огромное количество примеров, когда люди постепенно от стандартного классического дресс-кода отходят и уже туда не возвращаются. В принципе, тот вариант, когда артисты самого разного масштаба, уровня, ранга, все выглядят на сцене одинаково, если это мужчины, то они просто в черных рубашках и черных брюках, а если дамы, то просто в черных платьях, вот это, мне кажется, самое простое, самое демократичное и самое уважительное. В том смысле, что да, действительно, со всей душой и со всей ответственностью, но чем меньше артист привлекает внимание к тому, как он одет, тем лучше. Тем больше он привлекает внимание к музыке? Ну, по крайней мере, к чему-то еще, что представляет интерес для публики. Интерес у всех разный, но так или иначе, черная рубашка с фоном сливается быстрее всего и легче всего для тех, кто там сидит. Другое дело, есть дресс-код, и это, кстати, в равной степени к женской и к мужской одежде относится, который, видимо, постепенно будет уходить, ну, как бы, это очень консервативное дело, но, похоже, все-таки ему так или иначе дорога в лету, в реку забвения, это тот дресс-код, который связан с идеями власти и подчинения. Вот смотрите, стандартная ситуация, оркестр в смотингах, дирижер во фраке. Первое, на что всегда обращают внимание, и с чем пока ничего не удается сделать, униформа, одинаково одетые коллективы, это даже не так заметно в оркестрах, как, например, в академических хорах. Вот можете представить, стоят, скажем, на сцене 60 или 70 женщин в одинаковых платьях, где вы еще это увидите? В академических театрах, в современной или очень консервативной режиссуре и сценографии вы такого даже сейчас уже не найдете, только в филармонии. Понимает человек или не понимает, чувствует интуитивно, но все равно это дает ему понять, вот тому человеку, который в зале, что у нас главенствует дисциплина и порядок. И в академическом коллективе должно быть все вместе, все единообразно и все одинаково. Это качество, это уровень. И вот такой единообразный дресс-код, хоть он и связан с необходимостью подчиняться, хоть он и некоторым образом нарушает границы тех или иных личностей, личных вкусов, личных представлений, вот он, видимо, останется. А вот что касается смотингов и фраков, здесь на что смотрит современный, молодой особенно зритель? Униформа бывает разная. Бывает та, по которой вы легко в современной жизни опознаете людей, вас обслуживающих. Очень часто путают оркестровую спецовку с одеждой официанта. Та же самая бабочка, ничего не поделаешь. Это примерно того же происхождения, кстати говоря, и традиция, когда и как оркестры стали одевать в одинаковые смотинги. Охранников в современном мире тоже очень легко опознают именно по одинаковым, неприметным и обычно черным костюмам с белыми рубашками. Другое дело, фрак. Это одежда хозяйская, господская. Во фраке нет карманов. Уже не говоря о том, что его просто так нельзя купить в магазине. Это очень сложный комплект. Это только на конкретную фигуру шьется. Это долго и сложно. Это и жилет, и соответствующая сорочка, и кушак, и кроме всего прочего, да, карманов в нем действительно нет. Поэтому все, что человеку нужно, за ним должен кто-то носить. Это та особенность фрака, которая не бросается в глаза, когда вы видите, скажем, дирижерскую спину или дирижерские руки во фраке. Фалды вот эти знаменитые очень красиво смотрятся. Но посмотрите, как много дирижеров уже отказываются именно от этой униформы, потому что они вовсе не хотят подчеркнуть свою власть, свой статус и свое видное общественное положение. Они хотят, что называется, на равных сотрудничать. Поэтому все больше оркестров и, соответственно, их руководителей так или иначе переходят просто к общечеловеческим гражданским костюмам, что, видимо, и является будущим нашего филармонического музыкального дресс-кода. То есть внешний вид оркестров, как выглядят музыканты и дирижер, отражает меняющиеся отношения внутри коллектива? Мне кажется, да. И, опять же, взаимоуважение, которое приходит на смену отношениям власти и подчинения, это так или иначе ощущается интуитивно. Это показывается еще и тем, как люди выглядят, когда выходят на сцену. Субтитры создавал DimaTorzok